Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спицы, с вами я, Тоня Февралева. Сегодня небольшое видео о том, как можно закрыть петли, которые будут хорошо смотреться и на лицевой глади, и на платочной вязке, и на резинке. Этот способ очень простой. Основа это наш самый обычный способ закрытия петель, но с небольшой изюминкой. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, потому что на моем канале очень много всего интересного. Некоторые способы и техники придумываю я сама. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное. И поставьте лайк этому видео, если вам не сложно. Так вы меня очень поддержите, и мое видео будет чаще показываться в ленте. Для начала покажу, как выполнить эту технику на лицевой глади. Первую петлю провязываем лицевой. Так как я вижу бабушкиным способом, я провязываю за заднюю стенку. Но у вас может быть передняя, если вы другим способом вяжете. Дальше, не скидывая этой петли провязанной, мы ее провяжем еще раз, но за другую стенку. В моем случае передняя стенка, в вашем случае может быть задняя. В общем, сначала надо провязать за одну стенку петлю, потом за другую. Скинули петлю. И теперь на первую петлю накидываем вторую. Подхватываем кончиком левой спицы и накидываем. Дальше у нас начинается раппорт. Провязываем следующую петлю лицевой. Привычным способом. Дальше за другую стенку снова провязываем эту же петлю лицевой. Скидываем петлю. И теперь на последнюю петлю накидываем все предыдущие. Я подхватываю две петли и накидываю их на самую последнюю, которую мы провязали. Вот таким вот образом. И вот этот уже раппорт, вот этот фрагмент мы будем повторять до конца нашего ряда. Повторяю, провязываю петлю за заднюю стенку, еще раз эту же петлю провязываю за переднюю стенку, скинула и все петли накидываю на последнюю, чтобы у нас на левой спице всегда оставалась одна петля. И повторяю, за заднюю провязала, за переднюю. Две петли первые накидываю на последнюю. У меня получается задняя стенка, потом передняя. У вас может быть получаться сначала передняя, потом задняя. Это не важно. Нам важно провязать петлю два раза. И так я закрываю петли. Дошли до последней петли. Опять провязываем ее лицевой за одну стенку, лицевой за другую. И накидываем все петли на нее. Затем обрезаем нить и вытягиваем. И посмотрите, какой получился край. Абсолютно ровный. Я ничего не гладила. Вот как закрыла, так вам и показываю. Посмотрите, лицевая гладь не подворачивается. Кстати, я и начало выполнила способом, который не подворачивается. У меня есть такой способ на канале. Обязательно посмотрите. И посмотрите, как идеально. Только кромку не сделала. Она у меня тоже скоро выйдет. Как провязать кромку, чтобы не подвернулась лицевая гладь. Посмотрите, какой эластичный. Какой плотный. То есть такой толстенький получается край. Не подкручивается. Все ровненько лежит. Посмотрите, как с изнанки выглядит. Такой вот плотный получился вариант. Этот способ хорош тем, что в принципе это привычный. В основном мы все, наверное, так и закрываем петли. Но чуть-чуть добавляем еще один момент. И эффект уже совсем другой. Теперь покажу, как выполнить этот способ на платочной вязке, либо на изнаночной глади. Когда нам не нужна лицевая гладь, а нам нужна, чтобы было закрыто, как изнаночные петли. Та же самая техника, только провязываем изнаночными. Первую петлю я провязываю изнаночную за заднюю стенку в моем случае. И затем за переднюю стенку. И теперь скидываю петлю. На последнюю петлю я накидываю первую. Дальше у нас будет раппорт. То есть фрагмент, который мы будем повторять. Один раз изнаночная провязала за одну стенку. Второй раз провязала изнаночная за другую стенку. Скинула петли. И на последнюю петлю накидываю предыдущие две петли. И вот этот фрагмент мы с вами будем повторять до тех пор, пока не закончатся все петли. Опять повторяю. За переднюю провязываю. Потом за заднюю. Скинула. На последнюю петлю накидываю все предыдущие. И опять за переднюю. Потом за заднюю стенку провязываю изнаночной. На последнюю накидываю все предыдущие. Если вы вяжете по-другому, не так, как я бабушкиным еще раз вам хочу напомнить. То, например, классическим способом вяжете. Ваши петли по-другому расположены. И возможно вам нужно провязывать сначала за заднюю стенку, потом за переднюю. Вяжите так, как вам нужно. Главное провязать два раза. То есть один раз за одну стенку, неважно за какую. Второй раз за другую стенку. Мы таким образом толще делаем. И накинули. И вот так вот выглядит край. То есть у нас нету здесь косички, да, как вот в этом варианте. Косичка у нас находится на изнанке. А впереди у нас идут изнаночные ряды. Этот вариант хорошо подходит вот как раз для платочной вязки и для изнаночной глади. Теперь я покажу, как закрыть резинку. Причем я связала резинку один на один, но у вас может быть и два на два, и любая другая резинка. Суть в том, что мы с вами будем лицевые петли, вот у нас лицевые ряды идут, да, лицевые петли мы будем провязывать лицевыми, а изнаночные изнаночными. Первая у меня идет лицевая. И я провязываю лицевую за заднюю стенку или за переднюю в вашем случае. В общем, сначала за одну стенку, потом за другую стенку. На последнюю петлю накидываю предыдущую. Дальше смотрю, у меня лицевая петля. Снова провязываю лицевой за заднюю стенку, потом за переднюю. Скинула. На последнюю петлю накидываю кончиком левой спицы все предыдущие две петли. Дальше смотрю, у меня идет изнаночная петля. Значит, я провязываю изнаночной сначала за одну стенку петлю, затем за вторую стенку. Потом подхватываю две предыдущие петли и накидываю на последнюю. Дальше смотрю, снова лицевая. Лицевую провязываю за одну стенку, потом за другую. И накидываю на нее две предыдущие петли. Дальше у меня основа изнаночная. Значит, провязываю два раза петлю изнаночной. И накидываю на нее две предыдущие. И так я буду закрывать всю резинку до конца. Там, где лицевые, я вяжу лицевыми эту петлю. Там, где у меня изнаночные, я провязываю изнаночные по два раза каждую петлю провязываю. И посмотрите, как хорошо закрылась резинка. Очень эластичный способ. Сверху вот такая вот косичка идет. Чуть-чуть такая зигзагом, потому что мы закрывали то лицевыми провязывая петли, то изнаночными. И достаточно плотный край. И вот так вот красиво все получается. Вот такой вот сегодня способ вам показала. Надеюсь, пригодится вам в вашем вязании. Попробуйте. Может быть, для какого-то изделия это будет просто идеальный способ закрытия петель. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. С вами была Тоня Февралева. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Всем пока!